Так дела не делаются. Бывшие работники кафе «Шансон-клуб» устроили пикет у дверей развлекательного заведения. Пригласив журналистов, они надеялись пристыдить бизнесмена, который задолжал своему персоналу крупную сумму денег. Но владелец кафе навстречу не явился. Тогда недовольны решили оповестить общественность, заявив о том, что в городе долгое время орудует опасный мошенник. По словам собравшихся, общая сумма долга предпринимателя превышает 3 миллиона рублей. Среди участников пикета официанты, арт-группы, администраторы и представители руководящих должностей. Задержки зарплаты были всегда, но ситуация особенно накалилась под Новый год. Отработав праздничные и корпоративные мероприятия, никто не получил ни рубля. Впрочем, среди обделенных бизнесменом не только персонал кафе. С людей он брал стопроцентные предоплаты за предновогодние банкеты. Хотя, когда люди приходили в это заведение, на столах было накрыто совершенно не то. Некоторые ездили даже в магазин, чтобы докупить себе спиртное, еду, чтобы продолжать здесь отдыхать. Вот список продуктов, которые предприниматель в ближайшем магазине попросил на несколько часов, оставив залог паспорт. Спустя месяц бизнесмен так и не появился, чтобы заплатить 25 тысяч рублей и забрать документ. Сумма немаленькая. Мы все материально написаны на лице, поэтому все сотрудники у нас в курсе. Потому что это даже не моей рукой написано. Все это знают, все это видели, ни от кого я не скрывала. Все по камерам тоже запечатлено у нас. Дмитрий Бочкин, владелец кафе, обладал некими экстрасенсорными способностями, считают его бывшие сотрудники. Так они объясняют то, что даже будучи по уши в долгах, мужчина умудрялся занимать снова. Бизнесмен уговаривал своих подчиненных помогать ему платить за закупку продуктов. Некоторые брали кредиты и верили, что начальник все вернет. Главное – спасти общее дело. Ему еще веря отдали свой музыкальный аппарат с Николаем. Аппарат, естественно, за его долги. За то, что гарантированно он вернет кому-то суммы, потому что он должен всему городу. Кому он там всем должен? Артистам, планка, по-моему, да, планка, акула. То есть вот он остался должен, то есть я администратором работала, мне тоже 600 тысяч должен. Это только как кредиты мы взяли. А сколько процентов, то уже больше получается. Кто-то даже отдал под расписку деньги, вырученные от продажи дома. Ждем, надеемся все-таки, может, надумается что-нибудь хотя бы. Мозг вкручить не могу. Вместе с журналистами пикетирующие двинулись в центральное ОВД, так как на заявление в прокуратуру ответа нет несколько месяцев. В отделении полиции доверившиеся бизнесмену встретили еще несколько товарищей по несчастью. Оказалось, в письменных заявлений именно о привлечении Дмитрия Бочкина к уголовной ответственности до этого дня пострадавших не поступало. Если вы хотите на его заявление, пишите заявление. О привлечении к уголовной ответственности, что он деньги должен или еще что-то должен. Суд на него обращаетесь. В социальной сети бизнесмен сменил свое имя и теперь Дмитрия Бочкина зовут Василий Демин. Связаться с ним нам не удалось, зато это получилось у следователей. По их словам, дело это очень запутанное. По неподтвержденным данным получено встречное заявление о хищении имущества кафе. Материалы дела находятся на стадии доследственной проверки, поэтому говорить о какой-либо уголовной ответственности пока рано. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережная Челны.